На земном шаре насчитывается около 9 тысяч видов птиц. В процессе исторического развития они образовали различные по местам обитания группы, которые называются экологическими. Каждая такая группа состоит из птиц различных видов. Особенности строения, образа жизни птиц той или иной экологической группы развились в связи с обитанием в определенных природных условиях. Там, где сохранились нетронутыми степи, можно встретить крупную птицу дрофу. В ее строении заметны типичные черты, свойственные птицам открытых пространств. Длинная шея дает возможность вовремя замечать опасность. Сильные ноги позволяют проходить большие пространства в поисках пищи. Еще больше выражены эти особенности у нанду, самой крупной птицы, населяющей степи Южной Америки. Обычно нанду живут стаями по 20-30 птиц. Питаются семенами и корнями растений, молодыми побегами и мягкими листьями. Нанду нередко охотятся за насекомыми и мелкими позвоночными животными. На ногах у нанду по три пальца. Нанду не летают. Крылья у них развиты слабо. Пушистые перья хорошо защищают тело от холодных степных ветров. Гнездятся эти птицы на земле. Выкапывают неглубокую ямку и выстилают ее сухими травами и перьями. В гнездо откладывают яйца несколько самок. Отложив яйца, они не проявляют дальнейшей заботы о потомстве. Насиживает яйца самец. Старательно охраняя гнездо, он отгоняет даже самок. Насиживание длится более месяца. В этот период самец питается один-два раза в сутки, ненадолго покидая гнездо. Птенцы нанду имеют полосатую окраску. Она хорошо маскирует среди степных трав. В зарослях кустарников Австралии и Тасмании обитают эму, другие крупные нелетающие птицы. Крылья у них развиты слабее, чем у нанду, и скрытого перенья, которое напоминает густую шерсть. У эму маленькая голова с плоским клювом. На ногах, так же, как у нанду, по три пальца. Самка и самец не отличаются по окраске. Живут эму парами, заботятся о потомстве только самец. А вот у другой группы нелетающих птиц, африканских страусов, родители при насиживании поочередно сменяют друг друга. Яйца африканских страусов имеют прочную скорлупу. Масса яйца около двух килограммов, в сорок раз больше куриного яйца. Окраска яиц связана с условиями обитания. У африканских страусов и нанду яйца светлые, подтон грунта пустыни и степи. У эму темно-зеленые, что делает их незаметными в траве. В естественных условиях африканские страусы сохранились только в саваннах и пустынях Африки. У нас в стране они содержатся в степном заповеднике Аскания-Нова, где уже 80 лет занимаются их разведением. Африканские страусы самые крупные из современных птиц. Их рост достигает 275 сантиметров, а масса более 150 килограммов. Страусы давно утратили способность к полету. Их перья имеют мягкие пушистые опахала с несомкнутыми бородками, чем и отличаются от перьев летающих птиц. Ноги страусов очень сильные. Эти птицы способны преодолевать большие расстояния. Кожа на подошвах плотная, мозолистая и надежно защищает от раскаленного грунта. Двухпалые лапы приспособлены к быстрому бегу. Бегают страусы со скоростью до 70 километров в час. С помощью крыльев они меняют направление движения. Голова у страуса маленькая, шея длинная, подвижная, и с высоты своего роста он хорошо обозревает большие пространства. Кормятся страусы растительной пищей и мелкими позвоночными животными. Особую экологическую группу представляют другие нелетающие птицы. Пингвины. Они распространены в южном полушарии. Жизнь пингвинов связана с морем, единственным для них источником питания. Пингвины хорошо приспособлены к жизни в водной среде. У них веретенообразная форма тела, видоизмененные в ласты крылья, сильно отнесенные назад ноги. Перья плотно прилегают к телу, образуя хорошо обтекаемую поверхность. Толстый подкожный жировой слой дает возможность продолжительное время находиться в ледяной воде. Ходят пингвины неуклюже, держа туловище в вертикальном положении. Длина шага даже у таких крупных пингвинов, как королевские, всего 10-12 сантиметров. Однако эти птицы способны преодолевать расстояние в сотни километров. По неровным местам пингвины передвигаются прыжками. Их ноги имеют плавательные перепонки. Плавают пингвины с помощью ласт. Они отличные ныряльщики. Селятся пингвины большими колониями на островах и морских побережьях. Здесь они выводят и выкармливают птенцов. При похолодании птенцы собираются группами. Это уменьшает охлаждение тела. Такие детские сады всегда находятся под наблюдением взрослых птиц. Птенцы покрыты густым пухом. У пингвинов тех видов, которые селятся на скалах, птенцы темные, у живущих на снежных просторах, белые. Оба эти цвета, белый и черный, сочетаются и в окраске взрослых птиц. Это хорошо маскирует их на фоне черных скал и снега. Во время короткого периода линьки старые перья выталкиваются новыми. Пингвины одна из интереснейших групп птиц, обитающих на побережьях морей. Познакомимся с птицами, которые живут на болотах и внутренних водоемах. Один из представителей этой экологической группы — Большая Выпь. Ее сжатое с боков тело и длинные ноги дают возможность передвигаться среди густых зарослей. Желтоватая бурая окраска с продольными темными штрихами делает Выпь незаметной среди тростника. В плавнях крупных рек обитают серые цапли. Большой, острый, подобный копью клюв — хорошее оружие для охоты. Ноги длинные. Оперение даже на глубоких местах остается сухим. Летящую цаплю не спутаешь с другими птицами. Шея откинута на спину, ноги вытянуты назад. Гнездятся серые цапли на деревьях, в затопленном ивнике и на заломах тростника. Вкладки 4-5 яиц. Птенцы серой цапли появляются на свет совершенно беспомощными и первое время нуждаются в постоянной родительской заботе. Это типично для всех птенцовых. Красивыми малышей цапли не назовешь. Большой голый живот, крупный клюв, дыбом торчащие на голове перья. Белые цапли были почти полностью истреблены в начале 20 века. Теперь, благодаря повсеместной охране, они встречаются довольно часто. Быстро растущее потомство требует много корма, за которым приходится улетать иногда на далекое расстояние. Птенцы часами ожидают возвращения родителей. Питаются цапли в основном водными позвоночными животными. Птенцы подрастают и начинают самостоятельно брать пищу, принесенную родителям. Перед тем, как покинуть гнездо, молодые цапли подолгу занимаются тренировкой крыльев. Обычно цапли гнездятся колониями. По соседству с цаплями в плавнях часто селятся большие бакланы. Их колонии расположены на вершинах деревьев и насчитывают тысячи гнезд. Бакланы хорошо плавают и ныряют. Их тело имеет удлиненную обтекаемую форму и покрыто снаружи плотными блестящими черными перьями. Пальцы бакланов соединены плавательной перепонкой. Удерживаться на ветвях помогают острые когти. Сильным клювом с крючком на конце бакланы ловят рыбу. Птенцов выкармливают так же как цапли. Гнездовой период длится около семи недель. К этой экологической группе относятся и пеликаны. Во внутренних водоемах встречаются многие виды водоплавающих птиц. Здесь и величественные лебеди, и серые гуси, и различные утки. Из них самая типичная кряква, родоначальница наших домашних уток. кряква обитает всюду, кроме Крайнего Севера, как в крупных, так и в мелких водоемах. У кряквы по бокам клюва имеется ряд пластинок, через которые процеживаются вода и жидкий ил. Такое строение клюва, характерное и для других водоплавающих птиц, позволяет добывать пищу под водой. Все птицы этой группы хорошо плавают. Оперение у уток плотное, под контурными перьями слой пуха, защищающий тело от охлаждения. Утка постоянно чистит перья и смазывает их жиром, который выделяется копчиковой железой. Вот почему перья не намокают в воде. Самцы имеют более яркую окраску, чем самки. Гнездятся кряквы обычно на травяных кочках, в кустах или густых зарослях. покровительственная окраска самки помогает ей оставаться незаметной. Это особенно важно в период насиживания, когда утка длительное время проводит на гнезде. Птенцы появляются на свет почти одновременно в течение нескольких часов. Перед тем, как утята впервые попадут в воду, они смазываются жиром, покрывающим перья матери. теперь вода не страшна и малышам. С первых дней жизни утята сами добывают корм. Кряква выводковая птица. Самка выбирает водоемы, богатые пищи и наиболее укрытые. выводки долго не разъединяются, так как утята еще длительное время нуждаются в обучении обогреве и защите. Опасный период жизни кряквы линька. Маховые перья выпадают одновременно и птица утрачивает способность к полету. В после гнездовой период, когда молодые утки начинают летать, происходит образование стай. Осенью стаи уток отправляются на места зимовок. линька. линька. Я линька. Едва появляются первые признаки весны, лес наполняется разноголосым пением птиц. Трудно даже перечислить всех пернатых, населяющих наши леса В одну экологическую группу их объединяет среда обитания У каждой птицы своя весенняя песня Эту барабанную дробь выстукивает большой пестрый дятел Его невозможно представить себе без дерева и непременно в вертикальном положении Два пальца у дятла направлены вперед, два назад, когти острые Твердыми перьями хвоста дятел упирается в неровности коры А с помощью сильных коротких ног ловко передвигается по веткам и стволу Клюв у дятла крепкий, долотовидный Им он продалбливает кору, а языком достает из узких ходов и трещин насекомых и личинки Пищей ему служат также семена еловых и сосновых шишек Место кормежки дятла, своеобразную кузницу, легко обнаружить Гнездятся дятлы в дуплах, которые выдалбливают в стволах деревьев Птенцов выкармливают насекомыми и их личинками, чем приносят немалую пользу лесу В наших лесах обитают и дятлы других видов Малый пестрый дятел И самый крупный, черный дятел, или желна В смешанных лесах можно встретить крупных куриных птиц Глухаря и тетерева Ранней весной у них происходит ток У глухарей короткие крылья, сильные ноги, крепкий, заостренный к низу клюв Оперение самца темное, блестящее Скромный наряд самок хорошо маскирует их во время насиживания Яйца и птенцы глухарей и тетеревов Также имеют покровительственную окраску Все куриные птицы выводковые Основная пища птенцов в первый период их жизни Насекомые Позднее они охотно поедают плоды и вегетативные части растений Летом кормящихся тетеревов и глухарей чаще всего можно встретить на черничниках С наступлением холодов глухари переходят на питание опавшими осиновыми листьями и хвоей Познакомимся еще с одной экологической группой Птицы этой группы большую часть своей жизни проводят в воздухе Для этих птиц характерны короткие ноги Большой широкий рот Длинные узкие крылья Наиболее ярко выражены эти особенности строения у черного стрижа У него самый быстрый и маневренный полет Гнездятся стрижи колониями Чаще всего под крышами и в трещинах стен старых высоких зданий Деревенские и городские ласточки строят гнезда в местах, защищенных от дождя Строительным материалом служат комочки земли, смоченные слюной Родители кормят птенцов до 600 раз в день Можно представить себе, какое огромное расстояние пролетает птица за день Чтобы накормить свое потомство Покинув гнездо, молодые ласточки не сразу начинают охотиться сами И родители некоторое время продолжают их кормить Для гнездования самых мелких ласточек Береговушек необходимы два условия Близость воды и крутые обрывы Эти ласточки строят гнезда в глубоких норках Вырытых в мягких слоях берегового обрыва Особенно плотно заселяются удобные места Сообща птицам легче защищаться от врагов Дневные хищные птицы встречаются в степях, пустынях, высоко в горах, в лесу, словом повсюду По способу добывания пищи Их можно разделить на птиц, питающихся живой добычей И поедающих падаль В зависимости от характера питания Эти птицы наряду с общими чертами строения имеют и существенные различия Лапы падальщиков сравнительно слабые Когти на них тупые Зато мощным клювом они хорошо разделывают трупы крупных животных У грифов и сипов голова и шея почти голые Питаясь они не загрязняют перьевой покров Сильные крылья позволяют часами парить над землей в поисках добычи У хищников, которые охотятся за мелкими животными, хорошо развито зрение С большой высоты замечают они свою жертву И стремительно нападают на нее Крючковатым клювом и острыми когтями Хищники легко расправляются со своей добычей Особенно острые и цепкие когти У скопы, хищника, который питается только рыбой Роль дневных хищников очень велика Уничтожая больных и ослабленных животных Они препятствуют распространению болезней Истребляют грызунов, вредителей сельского хозяйства Поедают падаль, являясь своеобразными санитарами Вот почему почти все хищные птицы находятся под охраной закона Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok